У нас есть такая возможность открытого диалога, когда мы можем комментировать друг друга, когда мы можем обсуждать результаты работы парламента, правительства. И я, позвольте мне, прошу делать ваши комментарии, как же, как за пять лет четыре правительства одно сменели. И было комментарий у моего бывшего коллеги, который сказал, что шел, естественно, отбор. Незогласно. Это, наверное, самый большой неуспех и притерий того, что было за пять лет несостоятельно. Это здорово, что у нас парламентская страна, мы дали возможность парламенту выбрать премьер-министра, и парламенту можно было помочь. Я прошу прощения, может, чуть-чуть подальше микрофон просто записи? Помочь премьер-министру решить те задачи, которые на него влагали. Надо было дать возможность парламенту, премьер-министру, создать свою команду, чтобы он мог полноценно работать, а не отчитываться за парламентом, за каждое свое действие и за действия тех министров, которые рекомендовал парламент. Наверное, это и не самый большой неуспех. Есть проблема в том, что в правительстве или в президенте, какая проблема, если кто принимает решение, он должен за это отвечать. То есть нет ответственности за принимающих решений. Сегодня мы все эти годы радуем, что у нас есть мигранты, что мигранты сегодня поддерживают нашу страну. Да, 2 миллиона, 2 миллиарда долларов в год мигранты приносят в страну. Это больше, чем за десятилетие контор приносит, безусловно. Но, послушайте, мы забываем очень серьезные вещи. Мигранты сегодня оставили своих детей. Они оставили своих родителей. Сегодня у нас такой спец насилия детей. Это дети мигрантов. Послушайте, почему мы оставили и способствуем тому, что нет никакой ответственности страны мигрантов. Вы очень хорошо сказали, что то, что мигранты покупают, складываются, стиральные машины, мы развиваемся, наша страна развивается. Но, извините, пожалуйста, какой бренд для нашей страны социальные вопросы. Это 8 миллиардов долларов в среднем на социальных секторах расходует страна, чтобы поддерживать этих детей и родителей за их 2 миллиарда долларов. Мы сегодня говорим, что экономическая страна у нас не развивается, у нас коррупция. Послушайте, как она может, экономическая страна, развиваться, строить за годы, когда каждый год в среднем 8 миллиардов долларов уходит на социальный сектор. И каждые 3 месяца на 20-30% детей нужно увеличиваться. И тем не менее у нас, послушайте, на пособие на детей, почти 100% на одного ребенка, мы убиваем. Как это так случилось? Почему мы об этом не говорим? Как мы можем говорить о экономической стране, когда мы просто не можем решить такую расходную часть нашей страны, которую, правда, примите и увеличиваете? Я думаю, что самое главное сейчас, вот эту расходную часть бюджета, которая уходит на социальный сектор неэффективно, надо пересмотреть, чтобы дать возможность нашей стране развиваться. Все, спасибо.